Внимание. Спасибо. У нас прокомментируется ситуация в Сирии. Вы предполагали в Вашингтон Москвы о том, что будет бомбить, если пострадавшиеся в республике российского имущества, и какова будет реакция Москвы? Реакция Москвы уже последовала. Есть соединение Дмитрия Пескова, есть разъемные соединения северского страны в Российской Федерации. Я приглашаю вас о знакомстве с этим, это, по-моему, там все очень подробно сказано. Могу лишь сегодня здесь подчеркнуть, что, конечно, это адресия абсолютно под надуманным предлогом и напоминает, конечно, всю ситуацию 2003 года, когда США, Великобритания со своими некоторыми союзниками вторглись в Ирак без согласия с этой безопасностью в глубейшее нарушение международного права. Но тогда хоть как-то пытались какой-то показать вещь, что Ковин Пауэлл, мой хороший товарищ, был в видеозагруждения церушниками, они ему дали пробирку с зубным порошком, он, по-моему, тряс этой пробиркой в сайте безопасности, показывал, что это антракт с Сибирским и Лезвым. А сейчас мне удосужились даже какие-то факты привести, ссылались только на фотографии, опять спекулировали на фотографиях детей и спекулировали, конечно, на показаниях различных неправительственных организаций, включая уже в силу понятных жуликов из так называемых белых кассок, которые занимаются сценировкой различных ситуаций, чтобы потом действовать, вернее, провоцировать действия против сирийского правительства. Понятно, что, как я вспоминал про вторжение в Рак, спустя много лет, больше 10 лет, Тони Блэр, тогда шлипин-дор-министр Великобритании, признал, что они нажурничали, что они вводили всех в заблуждение. Не знаю, когда придется узнать всю правду про то, как принимались решения о нанесении ударов по Сирии в этой ситуации. Но думаю, что, конечно, правду нужно, требовать, и мы этим будем заниматься. В реальность опять приходится возвращаться к мысли о том, что Жак-Хат Аль-Мусска, который миликрирует и меняет название, каким-то образом рассматривает с нашими западными коллегами в качестве организации, которую нужно беречь, несмотря на то, что она объявлена с этой безопасностью террористической организации. И еще при этом администрация Обама традиционно уносила удары по некоторым позициям и ГИЛ, коалиции, углавляемые США, щадила те территории, на которых работала Жак-Хат Аль-Мусска. И, как мы уже говорили, есть все основания полагать, что та территория в провинции ГИЛ, по которой сирийский ВВС в России удары контролировалась теми самыми нужностями, которые в районе нанесения ударов имели свои части, вооружение, технику. И также, как выяснилось, была фабрика по оснащению фугасов химическим отравляющим веществом. И мы эти факты представили, и не говорили, что это действительно в последней инстанции, сказали, что это та информация, которую мы располагаем. И стали требовать немедленного направления экспертов организации по заключению химического оружия в район этого инцидента, чтобы там своими глазами можно было убедиться, что же все-таки произошло. Не дожидаясь такой инспекционной поездки, не дожидаясь расследования, были нанесены удары. И, конечно, отвлечь внимание, понимаете, такое впечатление, что хотели отвлечь внимание от той же самой Шахата Аль-Мусска, которая продолжает, наверное, рассматриваться некоторыми в качестве резервного отряда для того, чтобы перейти от переговоров к смене режима. И если задаться вопросом, кому выгодно то, что произошло, выгодно это только тем, кто хочет подорвать Киженевский процесс и процесс Астаны, и хочет создать необходимые доказательства, необходимые предлоги, поводы для перехода от политического регулирования к смене режима самому путев. И только, наверное, носовцы пригодятся и те, кто с ними сотрудничают, а таковых немало. И меня, конечно, очень кручает то, что это все наносит в ущерб и без того подорванного отношения между Россией и Соединенными Штатами. Но надеюсь, что эти провокации не приведут к необратимым каким-то результатам. Хотя уже сейчас цитируют средства массовой информации такие радостные высказывания бывших функционеров Обамовской администрации о том, что теперь и теперь после этих ударов сотрудничество между Россией и США становится совсем уже нереальным. Надеюсь, что они будут посрамлены, хотя для словно вывода слогимы для наших будущих отношений с Вашингтоном будут делать. А что касается жертв среди российских, предосновыщих, то о них ничего не известно, судя по всему, этих жертв не было. Спасибо большое. Спасибо.